правильно понимаю вы без бюстгальтера свежо же а там есть татушки какое государство было создано в 1922 году на территории бывшей российской империи говори ладно абсолютно без знания скажу турция египет я знаю что когда смотришь и понимаешь какие люди вокруг ничего не знают а когда стоишь у микрофона ты не знаешь ничего сам здравствуйте уважаемые теле радиослушатели и в эфире самая позитивная веселая и душевная передача шоу под названием вопросы за бабосы константин все знает константин каким-то макаром написал мне в telegram и бджека я приехал откуда приехал москва из москвы а я говорю хорошо и вот мы встретились и сейчас записываем эту передачу нормально да было очень супер но все расходимся там куда а все дальше снимать не будешь а надо быть да не на я не знаю ну давайте или какие тепла лаза давайте давайте ладно хрен с ним хрен с ним блин я думал просто я тебя смотрю я тебя знаю да в скобочках правильные ответы за каждый правильный ответ константин получит 200 рублей пять вопросов всего вопросы разные всякие разные я посмотрел слабое звено и оттуда выкачал эти вопросы если вам не нравится формулировка вопроса это не ко мне претензии это все показывает по телевизору вам лапшу на уши вешают имя царя отменившего крепостное право но это романов был романов игорь нет найдется моего отчества игорь алексеевич я знаю что когда смотришь и понимаешь какие люди вокруг ничего не знают а когда стоишь у микрофона ты не знаешь ничего сам я не буду подсказывать потому что на кону очень кругленькая сумма да и очень крупная примерно какой годик до нашей эры но это не до нашей эры это 1800 где-нибудь 90 алексей тысяча восемьсот шестьдесят первый год так через четыре года случилось это а до этого промышляли этим крепостным правом не путайте меня промышлял кто человек чье имя нужно обозначить в этой передаче которая называется вопроса за бабоса так но пусть алексей михалыч добыл же такой царь я не знаю там какие-то цифры либо там понял все тогда это был александр 3 мы этот ответ регистрируем в реестре правильно да александр 3 и это неправильный ответ александр 2 александр 2 отношение линейных размеров предмета к действительным масштаб это очень правильный ответ в копилке у константина не сгораемая сумма 200 рубасов автор формулы c квадрат равно а квадрат плюс b квадрат квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов теорема пифагора можно я рыгнул да что там теорема пифагора и это очень совершенный ответ первый царь на руси рюрик 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 и так мы утверждаем константируем этот факт и это неправильный ответ иван четвертый царь царь оксаны были канезья там удозья там святослав пьеропол когда-то все гвидонов гвидон лишним было до пятый последний вопрос как называется музей первый в россии учрежденный петром великим конст камера нет разы на вчера на экскурсии говорили вот петр первый собрался диковинки в конст камеру их просто название другое да должно было быть 600 рублей да и обещал ну конст камера на конст камера совершенно правильный ответ браво играет час музыка фанфары передавайте привет кому-нибудь себя полезу в копилку но передать привет хочу кати которая рядышком со мной прячется за кадром да и так значит 600 рублей настоящие деньги это все правда да это правда можно да абсолютная правда я раздаю эти деньги и спонсор этой передачи я естественно я веду к свадьбе корпоративы снимают топовые видосы для людей которые хотят быть блогерами я веду соцсети других людей это все я и эти бабки это все оттуда спасибо вы не закончили да ну и передаю привет естественно все родным близким коллегам девушки екатерине которая осталась за кадром потому что стесняется пригласим екатерина да я предлагаю всем просто похлопать в ладоши все хлопают в ладоши кто смотрит этот все вот ну естественно благодарю жеку за эфир и особый привет передаю егор петровичу нашему учителю истории я учитель вот егор петрович приду к себе учить царей научи меня пожалуйста а вы что преподаете технологии так вам и надо спасибо вам константин и что вы поучаствовали приехали спасибо ради этой передачи из москвы константин приехал санкт-петербург офигеть можно огромное еще раз прикосновение до свидания а мы сейчас идем дальше оказывается так случилось что рядом с нами стоит можно пригласить себя сюда как вас зовут артем я думал владлен артем говорит жека ты же жека я говорю я же жека он год ну мне все равно кто ты но у меня есть ребята которые с удовольствием поучаствовали в твоей передаче и они все статухами у них проколоты лица они креативные люди я обожаю креативных людей это недалеко и мы сейчас попремся именно туда там типа твой бизнес брат да и мальчика компьютерный клуб сейчас рекламу сделаем деньги есть у тебя все погнали погнали движение ровные делать очень случайным образом мы оказались в компьютерном клубе оказывается еще есть компьютерные клубы что ты хотел сказать константин же давай это самое чтобы шоу длилось подольше пускай еще кто-нибудь примет участие ладно то есть эти 600 рублей ты хочешь отдать обратно не обратно следующему следующему участнику да у меня на мороженку есть мало ли у кого-то сейчас нету то вот идет тут жара пускай выиграют и купят мороженку да пусть будет так сто процентный кэшбэк вы здесь работаете конечно я здесь работаю я администратор пойдем с тобой на улицу и там этот видос снимем здесь по темке перед мы решили никуда не идти на улицу потому что здесь фончик тоже ништячок здесь у нас по кайфу да у нас красиво хорошо атмосферно сейчас во что играют какие игра играют во все начиная от deos x human revolution и заканчивая да и зи я только секс слышал далек от всей херни надо типа киберпанк такой прикольный киберпанк не в смысле когда школьник играет какую-то дичь на телефоне ну просто знаешь разные же поняла блять это какая-то хуйня я говорю нет по-моему да сделай вид что я что-то умное говорю да конечно с каким государством киевская русь заключила договор о беспошлиной торговли в 911 году еще раз можно вопрос конечно с каким государством киевская русь заключила договор по беспошлиной торговли в 911 году 911 было тысячи сто лет византийская империя или нормандия может польша хазарское царство да так даже я помню только речь посполитая то в средневековье больше я помню византия швеция ну кто включал нам свет и это совершенно правильный ответ византийская империя за каждый правильный ответ я заплачу тебе 200 рублей с моей зарплаты и будем надеяться что артему понравится эта интеграция она случилась сегодня очень случайно мы сидели с максимом в кафе пришел артем об этом привет а ты что снимаешь я снимаю а у меня есть клуб пойдем поснимаем моих администраторов игру хорошо это будет неплохая интеграция но давай давай так там и особо по вопросам не сошлись но хрен знает вдруг да вдруг я такой сижу и бас мне на сбер прилетает кто знает вообще просто оставляйте отзывы и комментарии на green space и вы мне сделаете большую услугу на самом деле так что даже как обычно я нихрена не понимаю но мы двигаемся дальше кто написал стихи про дядю стёпу вообще дядя стёпа молодец или что я вообще не помню такого дядя стёпа на это 20 век наверное да да по глазам вижу да хрен я ответ откуда знаю да я стараюсь увидеть истину в твоих глазах вот дядя стёпа 20 век но это точно 20 век пусть будет маяковский я без понятия есть варианты есть варианты да маршак михалков чайковской остр маршак маршак это намек если бы это было маршак я бы сказал бы о это правильно что я делаю я моргаю просто зенками марга маршак нет но это не михалков это режиссер но кто остров но михалкова был отец который написал гимн россии а может быть это был не его отец а просто однофамилец кончаловского станиславского немировича и данщенко и мефодия кирилла эвкалипта михалков и это совершенно правильный ответ 400 рублей в копилке третий вопрос знаменитая трилогия льва толстого начинается повестью детства а какой повестью она заканчивается детство отрочества юность браво 600 рублей не бой какой день в древней руси называли неделя неделя в древней руси день и не знаю воскресенье давай воскресенье если уж сказала то пусть будет воскресенье это правильный ответ а почему жаркова я сказала воскресенье потому что чисто последний хочешь чтобы я сказал себе почему они раньше называли неделя воскресеньем а воскресенье потом неделя да почему не знать потому что они до этого воскресенье не было у них они были язычниками они год вот неделя вот все неделя понимаешь это я так думаю а потом крестили русь и все куда теперь неделя все воскресенье здравствуйте пятый вопрос ответив на него ты получаешь тысячу рублей не ответив на него получаешь просто 800 в какой стране буратино зарыла в землю золотые монеты извините пожалуйста я не мне там по барабану этого барабана просто там люди там готовы мы с детьми смотрим почему ты маты не запекаешь как бы там туда-сюда я расскажу да я их оставлю эти мат я прошу прощения что ваши дети услышали это но возможно это судьба им надо было услышать это согласно но давай все таки судари сударыни я прошу прощения за свою речь это неправильно некрасиво с моей стороны я хоть и сотрудница компьютерного клуба но у нас очень экологичная атмосфера это что я ругаюсь матом это не пример и не стоит меня брать показатель того как должен говорить взрослый человек это неправильно все хорошо захотелось ругнуться матом на зло просто на зло всем не надо не надо отвечать можешь пока я держать какой стране он зарыл монеты буратино его развели эти животные и животные буквально или базилио ну кто там был елки-палки ну что базилио алиса вот эти пассажиры так дай подумать где он зарыл я читала эту сказку лет наверное ранее в стране стране это было поле чудес страна кого а страна такая существует нет конечно же буратино их буратино боже не существует стране она кого в стране даже не могу выдумать не помню стране страна дураков страна страна дураков блин прямо в точку это правда это правда и самое такое какая ты молодец это тысяча рублей твоя браво и так аплодисменты а мне какая жена молодец какая умница как говорится так и говорится этот клуб находится на итальянской 12 12 е здесь здесь играют во всякие игры секс там сезда и x human revolution топ 2011 год классе все равно в описании будет ссылка от душинской в душу все все случилось хреново но значит так и нужно записала кучу двух пассажиров вот этого еще второго нихрена не записалась насрать я бабок уже дал тебе да это не короче плевать на все касари у тебя уже есть есть будешь хреново отвечать бабки будешь обратно возвращать в какой стране были созданы музыкальные коллективы скорпион и токио хотел я заколебался понимаете я всю душу отдал всему этому всего в себя понимаете и вы знаете все не записалось это просто я не знаю я устал я просто устал уже здесь стоять германия и одновременно с тем как я это все говорил максим иди сюда максим сюда подойди быстрее подойди пока камера не села уже скоро камера сянет он подсказывает им постоянно все он подсказывает мне пофигу ладно мне пофигу все иди он вот так аристотель был учеником кого сейчас вспомню платона этим словом можно назвать и фразу в сценическом диалоге и копию произведения искусства реплика игры в прошлый раз вопросы не мои были прям конкретно зато у тебя прическа стой спасибо как называется состязание ковбоев дуэль сюда нет рода нет рода это испания рода все правильно режиссер который вместе со станиславским стал основателем мхата а я все понял засранец что когда я с бориской здесь трепался ты рядом стоял и все подслушивал честное слово ну ладно кто тогда отвечает потому что я бы вот сейчас на этот вопрос не знаю двушку давай на базу тогда гони 200 рублей давай сюда не отвечаешь давай двушку каждый вопрос стоит 200 рублей на 4 ты ответил 8 соток считать умеем или нет мхат да мхат да ладно смоктуновский нет гончаров не мирович данщенко не мирович или данщенко сто процентов данщенко мирович данщенко это был допустим ты на все ответил я возбужден сейчас на самом деле негативом подписывайтесь пожалуйста на этот канал ставьте ему комментарии и обязательно пишите лайки ты еще здесь да и все в целом лев спасибо тебе большое что поучаствовал и извини я был немножко групп возможно дайте обниму прости братишка прости меня браз ты 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 сюда сказал высокий байдер все хорошо спасибо да пока все или еще будем баряна хорошо еще баряна баряном мы тоже записывали но так случилось и уже у него бабки есть сколько мы баряну от максами 800 к великому счастью нахрен эти сожаления у нас не записалась ни хрена до этого но ты получил 800 рублей 600 у тебя есть возможность добить 400 или вернуть бабло обратно еще не расстранжировал ва-банк какой синоним у старин я прошу тебя не подсказываю ну просто дай мне поработать это моя работа понимаешь я должен подсказывать не ты какой синоним у старинного местоимения сей этот ты что подслушивал когда мы до этого легкий вопрос в какой стране зародился театр кабуки театр букаки если честно не знаю откуда зародился но могу по произношению по произношению выяснить допустим пускай это будет индия абсолютно полностью на шару к счастью для тебя это неправильный ответ япония а нифигасе а он за робот понял тебя давай здорово он показал он банально показал тебя не здорово какое государство было создано в 1922 году на территории бывшей российской империи я сейчас как скажу еще рука на дед не посадят за этот ответ да то что я хочу да ну ну что ну то 1922 году за что тебе должны посадить на территории бывшего за что вообще в этой стране должны сажать и не могу понять образно может быть я скажу слово мир писай в ребаде и меня посадят думаю не говори ладно абсолютно без знания скажу турция египет блин на близко какое государство было создано в 1922 году на территории бывшей российской империи но вот это вопрос подвохом он банальный ну какая турция финляндия испанская империя была я поэтому и подумал конечно что вы несете вот я финляндия ладно конечный это ссср пирсинг ко мне в анус на каком на каком транспорте разворачивались события фильма полосатый рейс на лайнер корабль в общем не знаю тип корабля ты смотрел конечно мне 33 года сколько тебе годика 33 год христа есть вы знаете прическа так себе это вопрос борода классно какое сражение северной войны стала генеральным можно просто еще раз вопрос какое сражение северной войны стала генеральным боюсь ошибиться выборе название сражения знаю что за война чё за война знаю кто противник противник шведы что за война а кто там не понял этого вопроса пытаюсь назвать вспомнить название битвы ладно я помню одну назову ее абсолютно тоже на шару битва орешек за орешек мимо ты про какой про первый у нас не было ни одной девушки в кадре еще просто в кадр залезть для фото обложки сюда срочно я заметил что сегодня можно сюда вас нас хорошо видно вы правильно понимаю вы без бюстгальтера да свежо же а там есть татушки есть у нас вопрос был так к борису и вы поможете нам ответить на этот вопрос как вас зовут какое сражение северной войны стала генеральным хороший вопрос понятия не имею да да куда же вы чешите на работу а где был загар сочи и где же вы кайлом мажете чего делаю работаете где в салон красоты там нету дресс-кода нет то есть можно приходить это ваш давайте его прорекламируем да я не знаю салон красоты лилит на северной проспекте я предлагаю на этой ноте закончить эту передачу борис все равно ушел спасибо это было просто супер мы прощаемся с вами борис ушел он получил 600 рублей до этого когда мы не смогли записать в описании будут все ссылки всех людей которых мы отрекламировали которые с удовольствием закинут нам лавыху за эту рекламу может быть но может быть и нет вы знаете мы мы не будем мы не будем намекать ничего ничего такого ничего делать не будем ну а также конечно же второй канал где обычный влог это все есть в описании ребят стоматологов которые двигаю есть тоже все это в описании макс ты будешь прощаться давай все давай давай женька пока пока до свидания ребят там от души всем пис всем мир конечно же от души в душинской вот это вот пис 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 вот так вот связали что и и и и и это это и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok